желаю здравия вы на канале доктор ребритолог сегодня мы поговорим о локте теннисиста или другое название теннисный локоть или латеральный эпикандилитит скажу вам что это такое как определить и покажу вам несколько упражнений досмотрите это видео до конца и вы узнаете какие упражнения надо делать при этом заболевании что такое теннисный локоть это когда тут грубо говоря возникает боль это возникает при повреждении связок которые крепятся тут к латеральному то есть внешнему над мы щелку плечевой кости возникает часто при выполнении монотонных однообразных движений впервые это заболевание было описано в 1882 году моргана и его обнаружили в теннисистов поэтому отсюда и название теннисный локоть то есть теннисисты выполняют однообразные движения это заболевание развивается далеко не во всех теннисистов а очень часто связано с профессиональной деятельностью то есть массажистов плотников маляров штукатуров в тех кто выполняет движение однообразные движения рукой у женщины это может быть швея раньше например были доярки не знаю как как сейчас с этим делом обстоит скорее всего там работают аппараты различные как проявляется это заболевание во-первых проявляется болью при разгибании в локтевом суставе раз второе при надавливании на этот над мы щелок тоже возникает боль именно в этом месте вместе прикрепления связок то есть полная чашка любой жидкости в частности кофе при подъеме чашки возникает боль именно в этом месте так что же вообще происходит при этом заболевании при этом заболевании поражается связки разгибателей предплечья и при этом возникает эта боль диагноз можно поставить путем обследования то есть тут боль чашка ну и тому подобное потом можно сделать ультразвук чтобы посмотреть если есть там какое-то воспаление уплотнение и тому подобное но самое эффективное это мрт но в принципе не часто его делают вообще теннисный локоть это одно самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата но точно сказать статистику как бы нельзя потому что во первых там не сильно выраженная боль и люди не часто идут врачу а поскольку боль сильная могут сами лечить могут пойти в аптеку взять какие-то лекарства например мазь и долго ждать или пойти с этим к участковому или хирургу или к травматологу то есть как таковой статистике в принципе нету в крайнем случае я ее не находил как лечим лока теннисиста в англоязычной литературе есть такое понятие как райк р и из эй рай то есть рест отдых а из лед компрессия элевация то есть то есть зафиксировать не двигать и лёд и через время симптомы этого заболевания уходят кроме этого применяют физиотерапию лфк различные упражнения с физиотерапии эффективный холод лед и очень эффективная ударная волна то есть когда начинается достаточно от 3 до 5 сеансов ударно-волновой терапии и боль пройдет соответственно если это перешло уже хронический процесс так может и 10 сеансов надо будет но это все индивидуально при локте теннисиста возникают микротравмы этих сухожилий и поэтому возникает боль местный небольшой воспалительный процесс небольшой отек но в принципе принципе кроме боли в основном человека ничего не беспокоит чем у нас лечит это заболевание периодически применяют ортезы для того чтобы рука меньше двигалась раз второе обезболивающее в том числе и мази натирают область локтя третье это лфк реабилитация то еще характерно для этого заболевания что возникает в основном где-то от 40 до 60 лет раз но это что обычно повреждена рабочая рука но это как бы и логически поскольку рабочей рукой вы больше выполняете этих однообразных упражнений сейчас вам покажу несколько эффективных упражнений при локте теннисиста первое садимся ровно вытягиваем руку вперед 90 градусов и постепенно сгибаем руку в запястье максимально вниз задержались на одну-две секунды опять вверх делаем вдох и с выдохом руку вниз раз-два выдох вверх делаем это упражнение 10 раз второе упражнение тоже исходное положение только движение вверх руку вперед вдох с выдохом максимально поднимаем руку вверх раз-два вниз со вдохом третье упражнение аналог первого рука перед собой делаем вдох с выдохом сгибаем руку в запястье и второй рукой немного придавливаем так чтобы не сильно болела да так немножечко чтобы это пружинило тоже на одну-две-три секунды потом отпускаем это упражнение тоже выполняем 8-10 раз соответственно 4 упражнение похоже на второе то есть руку вперед вдох и с выдохом подымаем руку в запястье и немножко придавливаем и задержались так на одну три секунды расслабили пятое упражнение берем обычный резиновый мячик для рук и сгибаем и разгибаем задерживаемся раз-два на две-три секунды разгибаем упражнение делаем плавно постепенно делаем вдох с выдохом сгибаем упражнение выполняем 80 раз если дальше хотите получать эффективную положительную информацию подписывайтесь ставьте лайки ждем ваших комментариев удачи друзья